МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Искрометное мастерство на базе Центра подготовки кадров персонал прошел конкурс «Лучший сварщик-2019». Одолели московское «Динамо». Магнитогорский металлург успешно завершил последнюю выездную серию в регулярном сезоне КХЛ. А сейчас об этих и других событиях более подробно. 15 марта будет отмечаться Всемирный день защиты прав потребителей. В преддверии этого праздника в Магнитогорске пройдет целый ряд тематических мероприятий. Как проходят их организации, кто стоит на защите прав потребителей в нашем городе, журналистам рассказали на специальной пресс-конференции. Продолжит Павел Берсенев. Ежегодная тематика Дня защиты прав потребителей определяется Всемирной организацией союзов потребителей. В этом году она звучит так. Цифровой мир – надежные смарт-устройства. Это продиктовано духом времени. Если в 2015 году в мире насчитывалось 2 миллиарда подключенных смартфонов, то сейчас их количество выросло до 4 миллиардов, а если верить прогнозам, то к 2025 году ожидается рост еще в 3 раза. Разумеется, это сказывается и на работе организаций, которые отстаивают права потребителей. Цифра уже именно по обращению по технически сложным товарам у нас выходит на 68%. И вот среди этих 68%, порядка 54% – это обращение чисто по смарт-устройствам. Если брать по отношению к 2016 году, когда мы подводили аналогичную статистику, то, соответственно, обращение по смарт-устройствам было примерно 1 четвертая от всех обращений на технически сложные бытовые товары. Если брать группу непродовольственных товаров, то каждое второе обращение в Роспотребнадзор касается смартфонов. Предприниматели зачастую пользуются правовой безграмотностью. Например, заставляют подписывать сомнительные договоры, в результате потребитель не может вернуть назад некачественные устройства. Если со стороны такого продавца Роспотребнадзор находит нарушение, то удается довести дело и до суда. Причем иски могут быть поданы не только в защиту одного пострадавшего лица. В целом за 2018 год Роспотребнадзор подал 22 иска в защиту неопределенного круга лиц. Но у меня статистика не только по городу Магнитогорску, здесь есть статистика еще в ближайших районах, поэтому я вам в целом озвучиваю суммы. И сделали 13 заключений в суде. Все требования, которые предъявляли в суде в интересах потребителя, были удовлетворены. Чтобы научить людей, как правильно отстаивать свои права, разработан целый ряд мероприятий. Дни открытых дверей для студентов Роспотребнадзора и объединений защиты прав потребителей. С 11 по 25 марта будет проводиться горячая линия по вопросам покупки товаров через интернет-магазины. Кроме того, для учеников школ будет организован конкурс на знания законодательства в сфере защиты прав потребителей. А в МГТУ состоится конференция, которая как раз будет посвящена смартфонам, где будут обсуждать не только качество самих устройств, но и их безопасность, а также вопросы сохранности персональных данных. Павел Брюсенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН Продолжаем программу. В Челябинской области проходит конкурс «Молодежь. Будущее территорий». Его суть в том, что в этом году более 500 молодых южноуральцев смогут пройти обучение и разработать различные социальные проекты. В презентации проекта принял участие губернатор Борис Дубровский. Более того, он лично решил стать наставником для одной из проектных групп. В региональном отделении Сколково губернатор уже провел встречу с ребятами, авторами проектов. Например, среди идей, которые предлагают молодые люди, есть те, что призваны направить внимание общественности на проблему загрязнения бытовыми отходами. Некоторые конкурсанты предлагают план по развитию внутреннего туризма. Есть активисты, что предлагают создать корпус общественных наблюдателей из молодежи на предстоящих выборах осенью 2019 года. По их мнению, это повысит доверие целевой аудитории к выборам. Борис Дубровский подчеркнул, что все представленные инициативы интересны, но требуют детальной проработки. Уверен, что в процессе обучения и при помощи наставников они будут качественно оформлены и станут полезными для общества. Не стесняйтесь выступать с инициативой и подавать на конкурс проекты. Мы готовы помогать. Ждем ваших инициатив. Конец цитаты. Текущую неделю Центр подготовки кадров персонал максимально наполнил знаниями, действом и позитивной энергетикой. Специалисты Центра провели целый комплекс мероприятий, среди которых ярко выделились конкурс сварщиков и семинар специалистов по сварному делу, которые проходили в течение двух дней. Обо всем подробнее наш корреспондент Галина Смирнова. Конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик» в персонале проходит уже в одиннадцатый раз. Но такой широкой географии участников не было, пожалуй, никогда. Сегодня присутствует 25 представителей. У нас присутствуют такие предприятия, как Евраз, Новолипецкий металлургический комбинат, Лысинский металлургический комбинат, Чусовой металлургический завод, Выксусский металлургический завод. Предприятия также Челябинской области, такие как Римпуч, Шлаксервис, ММК Метис, ОСК, МРК и наш, конечно, гигант, Новолипецкий металлургический комбинат. На первом этапе 25 участников должны были ответить на 50 тестовых вопросов об особенностях материала в техническом процессе, правилах техники безопасности. Вторая часть – практика. Она, в свою очередь, делилась на две категории. Сварка аргоном и электродуговая. Кто с чем привык работать. Однако некоторые участники имели опыт и смелость показать себя в обеих номинациях. Вы в своей постоянной работе сталкиваетесь с такой? Нет, я варю ручной духовой сваркой только. На такие образцы только на конкурс попадают. То есть, если в вашей практике это нет, значит, сложно будет? Для себя интересно просто. Сложновато, но для себя все равно интересно. Попробуй. Задание само по себе было не слишком сложным, но при этом из тех, что в условиях реальной работы встречаются нечасто и требуют особо тщательного исполнения. Это две трубных катушки. Вот мы видим, да? Металл здесь зачищен. Сварщик должен собрать в соответствии с технологической картой, поставить прихватки, а потом выполнить аргонодуговую сварку. Вот заваренный образец выглядит вот так. Сварщик должен не только уложиться в положенное время, но и соблюсти качество. Смотрим в основном на геометрию шва, то есть усиление, ширина шва. Вот смотрим на какие-то дефекты, которые возникают при сварке. То есть, это у нас идут поры, свищи, допустим, где-то у нас вольфрамовое включение, если речь идет о сварке аргонодуговой. Вот смотрим также на перекрытие швов. То есть, когда замки сварщик должен сделать, где-то 20 мм обязательно на них учитываем. Учитываем внимание еще на промышленную безопасность. Отметим, что члены жюри – это не только представители кадрового центра персонал, но и специалисты по сварному делу предприятий, выставивших участников на конкурс. Для них во второй день был организован семинар «Профессиональные стандарты в области сварки, контроля испытаний». Представитель Совета по профквалификациям в области сварки Шахматов Денис Михайлович сегодня рассказывает именно о тех законодательных инициативах, которые уже внедрены и которые планируются к внедрению. В чем они заключаются? То есть, прекращать действие ЕТКС в области сварки уже прекратило. То есть, перешли на профстандарты. Не все предприятия об этом знают. Главное, что в 2020 году уже обязательный переход для муниципальных предприятий и государственных предприятий, там, где доля собственности, 51% государства и более. А вечером того же дня были подведены итоги конкурса сварщиков и состоялось торжественное награждение. Все участники получили сертификаты. В каждой номинации были определены победители. Так, в категории «Ручная дуговая электросварка» первое место у Романа Горлова из Липецка. Он же занял третье место по аргону. Первое место среди аргонщиков у Александра Пархачева из ВЫКСы. Хочу сказать большое спасибо от всего электрометаллургического комбината, Староаскольского электрометаллургического комбината, за организацию этого конкурса, за честное судейство. Хочу сказать спасибо членам комиссии за то, что произвели, на мой взгляд, очень тяжелую работу. А, ребят, всем на будущее удачи. И если вы, допустим, и не выиграли в этом конкурсе, то вы уже лучше, вы здесь сидите. Галина Смирнова, Влад Набиев, телекомпания ТВИН. Преподаватели европейского уровня и учебное заведение со столетней историей в Магнитогорске продолжают работу Стокгольмская школа экономики. Обучение в школе сегодня проходят лучшие работники Магнитогорского металлургического комбината, и в эти дни они досконально изучают роль стратегии в жизни современных предприятий. Вместе с будущими топ-менеджерами лекции послушала Елена Тимофеева. Это уже второй приезд преподавателей Стокгольмской школы экономики в Магнитогорск. Одна из самых востребованных бизнес-школ России разработала программу специально для работников группы компаний ММК. Для удобства получения знаний обучение разделено на шесть этапов. Мы уже обучали многих сотрудников Магнитогорского металлургического комбината на программах экзекуатив МБА, то есть курс повышения квалификации для руководящих работников. Их уже больше 20 человек, тех, кто сейчас и развивает магнитку, строит светлое будущее. В качестве слушателей лекции сегодня не руководители, а те, кто в перспективе может занять должность топ-менеджера. Преподаватель Алексей Попов на примере различных всемирно известных компаний показывает важность наличия у предприятия стратегии. Успех должен быть долгосрочным, и стратегия призвана описать методы его достижения. Вообще, изучая предмет стратегии, надо понимать, что это близко к такой шахматной игре, где кто-то выиграл, кто-то проиграл. И на каждую успешную компанию в мире приходится еще десятки неуспешных. Для стартапов на каждый успешный стартап приходится сотни или тысячи неуспешных. 30 лучших работников группы компаний ММК не просто прослушивают лекции. Они учатся новому видению мира, узнают, как правильно развивать предприятие и как максимально эффективно реализовать себя на рабочем месте. Кредо Стокгольмской школы не научить, а помочь раскрыть человеку его потенциал. Поэтому и образовательному курсу дали название «Развитие талантов». Получается, я уже обучаюсь не первый раз. Я заканчивал школу адаптации молодого специалиста, заканчивал школу молодого руководителя. Это следующий этап обучения. То есть, получается, по градации идет все выше и выше. И покуда мы постоянно работаем, развиваемся, компания тоже идет вперед, смотрит только вперед. Это обучение очень сильно помогает нам и в личном росте, и в карьерном. После изучения важности стратегии для предприятия, слушатели перейдут к новой теме, насыщенной практикой. В течение двух дней им предстоит освоить все нюансы публичных выступлений. А после традиционного перерыва через месяц другие преподаватели Стокгольмской школы экономики приедут в «Магнитку» с новым курсом лекций. Елена Тимофеева, Влад Набиев, телекомпания ТВИН. Другим темам. Календарная весна наступит уже совсем скоро, а значит, самое время добавить в жизнь ярких красок. За саженцами и луковичными весенней посадки горожан приглашают в садовые центры «Виктория». Только здесь вы найдете несколько сотен ярких сортов для вашего уникального цветника. Отметим как раз сейчас самый широкий ассортимент и самое удобное время для выбора. Где именно собраны все новинки цветоводства и лучший посадочный материал, расскажем в нашем сюжете. За весенним настроением вас приглашают садовые центры «Виктория». Ведь именно здесь собрана вся цветочная палитра – посадочный материал самого высокого качества. Кстати, именно сейчас наиболее удачное время, чтобы сделать необходимые покупки – выбрать нужное из широкого ассортимента. Многие из горожан, кстати, не ждут особого приглашения. Садоводы со стажем знают – закупать саженцы нужно уже сейчас. Здесь хороший выбор, ассортимент цветов. Я цветовод, поэтому увлекаюсь, смотрю, что новенькое, новинке есть. Вот сегодня подсказали, что пион есть очень интересный, красивый. Я садоводством увлекаюсь очень давно. Я и родилась в саду, и живу в саду. Здесь бываю очень часто. А сегодня меня привлекают розы новые сорта. Особенно хороший сорт флорибунда. Он очень устойчив, и к морозам устойчив, и обильно цветет. И вообще шикарно смотрится, конечно. На полках георгин и остильбы, каллы и канны, лилейники, крокусы и величественные розы. Всего в ассортименте центра более тысячи видов и сортов. Разнообразие посадочного материала готовы удивить даже самого искушенного садовода. Дорогие наши садоводы и любители, сейчас самое время покупки луквичных саженцев. У нас огромные поступления роз, спирей, гортензий. Замечательный ассортимент флоксов, георгин. Пожалуйста, приходите, покупайте. Мы вас приглашаем в наши садовые центры. Ждут в садовых центрах не только профессиональных садоводов, но и тех, кто просто готов радовать своих близких. Цветы, которые можно вырастить своими руками, станут лучшим подарком в канун предстоящих праздников. И, конечно, самым оригинальным. Дело остается за малым, только выбрать из огромного ассортимента. Торговые центры фирмы «Виктория» работают ежедневно с 9 часов утра до 8 вечера. Евгения Солхудинова, Влад Набиев, телекомпания «ТВИН». В преддверии празднования Дня защитника Отечества очень многие женщины задаются вопросом, что подарить любимому мужчине. Компания «Интерсвязь» поможет выбрать подарок, который, несомненно, понравится любому мужчине. Это приставка «Избокс». Внимание, умное устройство позволит управлять телевизором с помощью голоса, превратив просмотр любимых фильмов и телепередач в настоящее удовольствие. «Избокс» — это новый продукт компании, но, несмотря на это, приставка уже прошла множество тестов и является абсолютно готовой к комфортному использованию. По сути, она полностью преображает любой телевизор. С помощью «Избокс» можно просматривать не только эфирное ТВ, но и архив телепередач за несколько дней, фильмы и сериалы с просторов интернета, игры и приложения. И все это сопровождается простым и интуитивно понятным интерфейсом и голосовым управлением. Ну а самое главное достоинство приставки «Избокс» — голосовое управление. Достаточно назвать объект поиска вслух, микрофон, и приставка поможет его найти. В канун празднования Дня защитника Отечества менеджеры компании «Интерсвязь» предлагают приставку «Избокс» своим клиентам в качестве подарка любимым мужчинам. Какой любимый фильм у вашего мужа? Он любит смотреть новинки кино. Новинки кино. Функциональные возможности интерактивной приставки разнообразны. «Избокс» — это отличный подарок на 23 февраля. Главной фишкой приставки является голосовой поиск, который работает через путь. Достаточно нажать кнопку и произнести запрос. Кроме того, устройство позволяет просматривать эфирные программы как в режиме реального времени, так и через архив телепередач. Благодаря интеграции с поисковой системой в приставке есть встроенный YouTube. А цифровой помощник из приложения «Кинолиз» подскажет, что посмотреть сегодня. Ольга Минаева приставку «Избокс», предложенную специалистами компании «Интерсвязь», оценила. Я думаю, что моему мужу очень понравится этот подарок. Я представляю просто, как мы будем сидеть вечером и смотреть с ним новинки кино. Приобрести цифровую приставку «Избокс» в центрах обслуживания компании «Интерсвязь» можно на максимально выгодных условиях. Юлия Никифорова, Влад Набиев, телекомпания «ТВИН». Особенности национальных вкусов от Абхазии до Камчатки. В Дворце Рамазана развернулась широкая ярмарка. На ней представлены вкуснейшие товары со всей России и не только. Мед, орехи, восточные сладости, мясные деликатесы и сыры многолетней выдержки. Выставка-продажа в Дворце Рамазана – это отличный повод начать подготовку к предстоящим праздникам. Девочки, подходим, варенье пробуем, зеленых грецких орехов. Приглашаем на дегустацию твердых, полутвердых сырочков. Сырочки с белой, головой плесенью. Подходим, пробуем. С широкой душой и горячим восточным гостеприимством ярмарка особенностей национальных вкусов у Дворца Рамазана встречает своих гостей. От изобилия товаров и многообразия цветовых и вкусовых решений разбегаются глаза. Организаторы обещают, без покупки не сможет уйти никто. Я вообще на ярмарке покупаю то, что мне нравится. Я взял комон, бастурму взял, икру, чавычи. Кто интересуется вкусными продуктами, надо приходить на ярмарку. Очень широко представлены на ярмарке мясные деликатесы. Это и ароматные колбасы, и рулеты, и стелятины с орехами, копченые на ольхе, и даже кабан в гранатовом соке. К праздничному столу тут можно найти все. Начиная от классической бастурмы, телятины, косули, оленины, до легендарного хамона. Камина в гранате, очень шикарное мясо. И, конечно же, уникальное сочетание двух зверей. Это, конечно же, заяц-фазан. На ярмарке только натуральные, экологически чистые фермерские продукты. Качество от производителей масла, сливочное и растительное, сыры самых изысканных видов. Есть даже такие, которым в этом году исполняется шесть лет. Многолетняя выдержка – залог отличного вкуса. По соседству копченая и слабосоленая рыба, а также морепродукты, кладезь, витаминов и аминокислот. Самая главная рыба, которую привозим и всеми любимая – это чавыча, холодного копчения. Также из красных сортов на витрине присутствует семга, голец, горбуша. С горячего копчения зубатка, окунь морской, кальмарчик. Белорыбеца тоже всеми любимая, бутербродная рыба. Чтобы приправить любимое блюдо, конечно, не обойтись без знаменитых соусов – ткемали и сацибели, без терпка аджики и, конечно, без ароматных специй. Легендарная смесь приправ «Граната» универсальная сделает мясо шедевром. «Граната» расщепляет мясо, придет мясо сочным, мягкость, нежность, красноту. «Универсальная смесь ореховая» сделает ваше блюдо просто волшебным. Под «Граната» приправ даже можно подсыпать готовые блюда. Рис, макароны, пельмени, гарниры, рашки. Ей можно придавать термообработку и нетермообработку. Для сладкоежек на ярмарке настоящий рай. Орехи и сухофрукты, чурчхела, холба и фастилак, всевозможные виды варенья, включая экзотический, из лепестков роз, фикоа или жасмина. А также вкуснейший янтарный мед. Он здесь во всех возможных цветовых и вкусовых проявлениях. У меня в руках эксклюзивный продукт. Это фаршированные фрукты, внутри начиненные орешки. Это продукт на основе натуральных ингредиентов, без добавления сахара, который принесет пользу, повысит иммунитет. На все это изобилие даже смотреть вкусно, но еще лучше хотя бы один раз попробовать дегустация. На ярмарке, кстати, разрешена и даже рекомендована, ведь нужно найти товар по своему вкусу. Продавцы здесь готовы делиться с покупателями не только продукции, но и удивительными историями, кулинарными рецептами и отличным настроением. Ярмарка особенностей национальных вкусов будет работать во дворце имени Ивана Рамазана по 24 февраля с 10 часов дня до 7 вечера. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский «Металлург» успешно завершил последнюю выездную серию в регулярном сезоне КХЛ. В Москве подопечные Йозефа Яндыча сумели с минимальным преимуществом одолеть «Динамо» и вернули себе третье место на Востоке. О том, как забить вдвое меньше, чем в Казани, но при этом не уступить, а выиграть, расскажет наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В нынешнем сезоне магнитогорцы дважды обыграли «Динамо» на родном льду. А вот в Москве в последний день января потерпели поражение. Реванш состоялся спустя ровно три недели. Стартовый период гости провели лучше и вполне закономерно сумели открыть счет. Денис Расмусон хорошо поборолся у штанги, Иро Покоринен сделал своевременную передачу из-за ворот, а Яков Рылов нанес неотразимый дальний бросок. Свою лепту в гол внес и Михаил Булерш, который на пятачке закрывал обзор вратарю. В оставшиеся 40 минут «Металлург» нанес всего 13 бросков, а хозяева вдвое больше. Но забили соперники одинаково, лишь по разу. В дебюте второго периода Патрик Закрисон отлично сыграл на добивании и восстановил равновесие. Но незадолго до последнего перерыва роскошным пасом Ника Шора из-за линии ворот блестяще воспользовался Максим Матушкин, в упор расстрелявший именитого галкипера ветерана Александра Еременко. Шестая шайба защитника в чемпионате стала для него первой победной в КХЛ. Хозяева продолжали владеть территориальным и бросковым преимуществом, но магнитогорцы лишали москвичей инициативы великолепной игрой на вбрасываниях. Одним из героев матча стал и Василий Кошечкин, совершивший в этот вечер 32 спасения. Итог 1-2. «Металлург» вернул себе третье место на Востоке, но чтобы сохранить его, команде нужно в последний игровой день регулярного сезона не уступить дома Акбарсу. Прямую трансляцию встречи смотрите в нашем эфире в пятницу, 22 февраля, в 18 часов 50 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. Баскетбольная команда «Динамо» продолжает очередной выезд в рамках чемпионата Суперлиги 2. Во вторник и среду магнитогорцы играли с одноклубниками из Майкопа и обменялись победами с соперником. Подробности далее. В начале ноября именно против «Динамо МГТУ» из Майкопа магнитогорцы провели первые домашние матчи нынешнего сезона и одержали две яркие победы – 103-56 и 78-71. Начало первой выездной игры подопечным Олега Игумнова явно не удалось. К середине седьмой минуты они набрали всего два очка. Но концовку стартовой четверти провели достойно и уступали совсем немного – 13-10. Во втором тайме гости даже вели плюс пять, но на сей раз концовка была явно за хозяевами и к большому перерыву на табло горело 35-30. Перед заключительной десятиминуткой отставание магнитогорцев по-прежнему было небольшим – 57-54, но переломить ход встречи нашей команде не удалось – 77-73. В дебюте второго матча могло показаться, что магнитогорцев ждет очередное поражение. Стартовая четверть завершилась со счетом 28-16. К середине следующего тайма отрыв хозяев достиг 19 очков, но оставшиеся до большого перерыва отрезок гости выиграли 14-5 и оставили соперника в зоне досягаемости. А затем началась эффектная погоня. Магнитогорцы в очередной раз блестяще провели третью десятиминутку и практически сравняли счет – 66-65. А в заключительной четверти совершили еще один хороший рывок и даже создали себе приличный отрыв, который позволил избежать лишней нервотрепки в последние пару минут. Итог – 86-92. Самыми результативными в этих двух матчах были Иван Фещенко, Владимир Чичайкин и Алексей Осокин, на троих набравшие 78 очков. Впереди у «Динамо» поездка в Краснодар. Дома команда сыграет в начале марта с лидером сезона «БК Уфимец». Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. Одно из самых изящных и грациозных событий в жизни магнитки состоялось накануне в Дворце металлургов имени Сергея Арджинькидзе. 11-й турнир по спортивным бальным танцам на Кубок главы города собрал более 800 участников и до 1000 гостей. О звездах паркета и о победных вдохновителях – сюжет Елены Ткач. Они владеют навыками визажа и мастерством парикмахера. Находят слова поддержки и знают, как поднять боевой дух. И если их разбудить среди ночи, четко смогут объяснить, чем шаг «Ча-Ча-Ча» отличается от ритмов джаева. Конечно, это родители. Именно те герои за кулиси, которые волнуются на турнирах по спортивным бальным танцам, порой больше своих танцующих чат. Любые успехи – это ежедневный труд. Это работа с двух сторон – и родителей, и детей. И моя работа, как у мамы, она и заключается в том, чтобы вовремя ребенка направить, подсказать, где-то даже немножечко и подзаставить, и объяснить, когда, допустим, ребенок, как обычный человек, может лениться. Но в целом, в нашем случае, это всегда поддержка. Лиза Кузьмина занимается танцами больше пяти лет. И на сегодняшний день их дуэт с партнером Андреем Шелементьевым по-настоящему топовый не только в «Магнитке», но и в области. Только в последние несколько месяцев пара Кузьмина-Шелементьев стали победителями международного турнира «Дэнс Мастер Кап» в Петербурге, первенства Челябинской области и единственной из области вышли в финал первенства Уральского федерального округа. Но высокие звания – это вчера, а сегодня ты выходишь на паркет, чтобы снова и снова доказывать себе, судьям, зрителям, что именно ты лучше. Тем более, когда участников настолько много. По количеству участников, не пара, а именно участников, более 800. Представляете, в один день уместить в кубок 800 человек – это, конечно, дорогого стоит. Судьи-то работают профессионально, я думаю. И само волнительное ожидание детей и выхода на паркет, правильно говорить «паркет», это, конечно же, потом придает детям какой-то опыт, стремление дальше заниматься этим видом спорта, спортивными, замечу, танцами. География, количество участников. Еще одна фишка турнира – его статус. Кубок главы города – один из пяти этапов областного гран-при Челябинской области. Проходит он уже третий год в разных городах в рамках местных танцевальных состязаний. Для спортсменов это не только еще одна возможность посоревноваться, но и дополнительные баллы. А в случае победы – весомый трофей в портфолио. Второй год открывать гран-при доверенно Магнитогорску. Далее туры пройдут в Челябинске, Копийске и Златоусте. Финал состоится осенью, и город, принимающий его, пока не назом. Но пока это далекие перспективы, а сегодня на Магнитогорском паркете «Аншлаг» и замечательная атмосфера. Это показатель популярности нашего турнира. И сегодня одна мама ко мне, не знаю, с какого города, подошла и сказала, что я хочу вам сказать большое спасибо. У вас самый теплый, самоорганизованный, самый красивый турнир, какие я знала. Вот это, знаете, дорогого стоит. И в завершении выпуска важная информация. С начала 2019 года в городе произошло 89 возгораний. Травмировано 5 человек, погибло 7. В связи со сложившейся неблагополучной обстановкой, связанной с гибелью людей на пожарах, и в целях предупреждения возникновения возгорания администрации Магнитогорска, принято постановление о введении особого противопожарного режима на территории города Магнитогорска. Будьте осторожны. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdfc.ru. Всего доброго и до встречи!